Белорусов нет среди погибших в результате теракта в Дагестане, сообщили в МИД нашей страны. Посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и в случае необходимости готово оказать возможную консульско-правовую помощь. Личности боевиков, которые расстреляли церковь и синагогу в Дагестане, установлены. Напомню, что силовики ликвидировали пятерых нападавших. Среди них были сыновья и племянники главы одного из районов республики. Чиновник задержан. В Следственном комитете России сообщили о 19 погибших. По обновленным данным, в списке жертв 15 полицейских. Еще четверо гражданские лица, в том числе священник храма. Напомню, серия терактов произошла накануне. Вечером группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Теракт – это зло, с которым нужно бороться во всем его проявлении, во всем мире. Мы осуждаем эти акты терроризма, которые направлены против мирных жителей. Надеемся, что все виновные и причастные к этим актам понесут заслуженное наказание. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. И надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших. Сегодня утром контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте была завершена. Уголовное дело заведено по трём статьям о теракте, незаконном хранении оружия и о его хищении. В Дагестане объявлен трёхдневный траур. Приспущенные государственные флаги, все развлекательные мероприятия в республике отменены.